Всем тихой ночи. Когда-то давно на сайт SCP пытались добавить объект, описывающий изнанку мира. Он назывался Backrooms. Но что-то тогда не срослось, и комнаты под пространство стали одной из вещей, которая не SCP. Прошло время, и эта история снова в некотором смысле сблизилась со вселенной фонда, потому что Backrooms стал подобием SCP. Появился вики-проект, основой которого послужили уровни самого Backrooms. И на этих уровнях теперь есть сущности, организации и объекты. Последние вообще от SCP мало чем отличаются. Есть там и канон-хабы. Кто-то может сказать, что как-то это очень похоже на фондовскую вселенную, и будет прав. На главной странице проекта так и написано, что сайт основан на SCP-вики, и что более важно, материалы на нем распространяются по такой же лицензии. Creative Commons Share Like. То есть правила распространения контента по Backrooms и SCP теперь одинаковы. Так что технически совмещать эти вселенные можно как угодно. С другой стороны, в разделе частых вопросов написано, что Backrooms это все же отдельная штука. Ибо именно так он и задумывался, как абсолютно отдельная от всего остального вещь. Так что в этом видео мы попробуем разобраться, что же это вообще такое. Начну издалека. Есть такое особое направление в интернет-эстетике, как Luminal Space, что можно перевести примерно как переходное пространство. Если вы когда-то оказывались ночью в абсолютно пустом торговом центре, или шли по совершенно пустой станции метро, или, быть может, заходили на большую подземную парковку, в такое время, когда там не было ни единой живой души, кроме вас, вы могли испытать особое чувство. Места, которые обычно предназначены для прохода людей, и в которых обычно людей много, вдруг оказываются пусты. И эта картина вызывает какой-то внутренний отклик. Что же это за ощущение такое? Растерянность или, может, чувство печали? Кто-то описывает это как что-то похожее на ностальгию. Но что чувство это совершенно особенное, согласны все. Соответственно, творчество по Luminal Space это все, что призвано вызвать эти ощущения. И вот однажды на анонимном сайте 4chan всеми с подобными картинками появился пост, в котором было изображение странного пустого коридора, и текст, который говорил, что если изобрести в неправильное место, можно провалиться сквозь реальность. Аналогично тому, как персонажи в играх могут выпасть за пределы своего виртуального мира. Такой выпавший человек попадает в пространство, состоящее целиком из пустых коридоров, в которых, впрочем, кроме самого человека, могут быть также неназванные ужасы. И вот с момента появления того поста прошло 3 года. Маленькое сообщение на 4chan выросло в пока что небольшую вселенную, которая по своим размерам уже где-то как большой хаб в SCP. Изначально подразумевалось, что локация в Бекрумсе одна. Это тот бесконечный коридор с желтыми обоями и старыми люминесцентными лампами. Затем появилось несколько других уровней. После нулевого уровня следует уровень со складами, уровень номер один. Затем идет второй уровень, состоящий из узких тоннелей. По ходу спуска на нижние уровни, декорации будут становиться более мрачными и тревожными. 144 уровень уже похож на бесконечное поле старинных руин, в котором все пространство, которое не занято каменными структурами, покрыто вязкой грязью, которое так глубоко, что в ней возможно утонуть. На сегодня на сайте открыто уже более трех сотен уровней, и чуть ли не каждый день появляется парочка новых. Со смены уровней меняются не только декорации. Сменяются также аномальные явления, которые можно встретить. Вернемся к самому первому уровню, вернее к уровню 0. Вот мы идем по бесконечным коридорам с желтыми обоями. Что же мы можем встретить? Первая опасность это красные комнаты. Подобные желтым, они также покрыты яркими обоями, но уже красного цвета. Когда путешественник заходит в такую комнату, он может услышать странные стуки, а также заметить кровавые потеки из розеток. В отличие от желтых, красные комнаты могут моментально перестраиваться, создавая и убирая стены прямо за спиной человека, и формируя таким образом ловушку, из которой становится очень сложно выбраться. С другой стороны, те, кому удавалось выйти, говорят, что красная комната может послужить переходом на другой уровень, потому люди, уставшие от блуждания по нулевому уровню, иногда осознанно заходят в них. Еще на уровне желтых комнат могут встречаться электрические розетки с различными аномальными эффектами. Например, замечены розетки, которые на первый взгляд работают как обычно, но если включить в них телефонную зарядку, на устройство сразу начнут приходить смс-сообщения очень странного содержания. Чем дальше путник спускается по уровням Бэкрумса, тем более странный объект он встречает на своем пути, но кроме объектов можно встретить и существ. Попав на пятый уровень, выглядящий как бесконечный отель, человек в коридорах, напоминающих дорогую гостиницу, встретит огромное разнообразие монстров всех форм и расцветок. В некоторых коридорах, возможно, придется побегать от гонщих, которые издалека напоминают крупных собак, но если подпустить существо поближе, можно увидеть человеческое лицо и конечности. Несмотря на свою агрессию и силу, монстр этот достаточно пугливый, и если самому не проявлять признаков испуга и смотреть ему прямо в лицо, он может даже убежать. Иногда можно встретить похитителя кожи, впрочем, его можно встретить на любом уровне с первого по пятый. Монстр опасен тем, что проникая в тела своих жертв, он выедает все внутренности и заменяет их своим телом, при этом оставляя кожу прежнего хозяина тела. После того, как существо заканчивает трапезу, оно принимает форму своей жертвы, используя кожу как маску. Для внимательного путешественника существо не представляет значительной опасности, но во встрече с таким мало приятного. Истинными же хозяевами мира гостиницы со временем стали мелкие существа, называемые мотыльками смерти. Быть может, они не выглядят такими монструозными тварями, как два предыдущих, но их огромное количество в сочетании с умением плеваться кислотой, делают встречи с ними крайне опасным событием. От тучи, наполняющей собой коридоры и роскошные номера, можно только бежать. Все сущности Бекрумса имеют свой номер, и их нумерация очень похожа на SCP-объекты. На момент создания этого ролика заполняется уже вторая сотня базы данных сущностей. У каждой из них есть номер, затем идет описание внешнего вида. Например, сущность номер 2 выглядит как окно с человеческой фигурой за ним. Потом описывается поведение. К примеру, вторая сущность будет звать путника, добиваясь того, чтобы он подошел к окну, а затем хватает того, кто подошел слишком близко, утаскивая жертву на ту сторону. Еще описывается предполагаемая биология существа, а затем и первая встреча с ним. В конце даются рекомендации, потому что делать при встрече и что не делать. Забавно, что первый объект, точно так же, как и в SCP, это не какой-то конкретный объект, а несколько разных, идут прямо по стопам прародителя, в общем. А еще забавно, что нулевая сущность это сам Бекрумс. То есть, согласно этой классификации, сам по себе Бекрумс это тоже отдельный монстр. Одни описывают его как материализацию самого этого чувства лиминального пространства, другие как кошмар на основе чувства дежавю. А кроме этого, из этой страницы мы узнаем, что Бекрумс создает новые пространства, исходя из опыта, накопленного человечеством. Потому, несмотря на то, что пространство Бекрумса представляет собой бесконечно повторяющиеся помещения, в них всегда есть какая-то логика и структура. В этих бесконечных комнатах и переходах работает освещение, розетки и различная техника, которая в них появляется. А сами помещения возможно использовать по их прямому назначению, если таковое предусмотрено. Более того, Бекрумс разумен. Некоторые путешественники по этому миру отмечают, что уровни Бекрумса как-то общаются с ними. Кстати, о людях этого закулисья. Они там есть, некоторые из них даже собрались в организации, со своими целями и даже подобием идеологии. Большинство людей, попадая в Бекрумс, обнаруживают себя именно в нулевом уровне. И хоть шанс встретить другого человека там невелико за огромности этого мира, он все же есть. И со временем встречающиеся друг с другом люди объединились в небольшую группу. Они назвали себя смотрителями и основали группу под названием MEG. И это сокращение от английского названия, которое переводится примерно как основная группа исследователей. Поначалу этот MEG был просто сообществом путешественников по местной реальности, которые помогали друг другу, делились ресурсами и знаниями. Но затем они стали чем-то вроде местного государства. Они охраняют определенную территорию, которую защищают от сущностей, и держат небольшую армию, в которую приглашают всех одиноких странников. MEG формирует специальные группы, занимающиеся исследованием определенных этажей. Или, например, охотятся на сущностей. На сегодня MEG основали 12 баз, самые удаленные из которых находятся на 137 уровне. Кроме них есть еще несколько организаций. Есть организация торговцев, есть организация картографов, есть группа изучающие темные и мрачные тайны Бекрумса, есть охотники на монстров и, конечно, секты безумцев. Куда же без них? И главное, это, конечно же, объекты. Да, в Бекрумс есть отдельный список объектов, и их, на удивление, довольно мало, всего несколько десятков. Впрочем, сама концепция объектов тут не такая, как в SCP. Объектами могут быть уникальные редкие предметы, но могут быть и совершенно обычные. В основном, суть объектов в том, что это вещи, полезные для людей, попавших в Бекрумс. Первый объект – это некая миндальная вода. Бекрумс, как известно, копирует нормальные помещения, которые используют люди. Но в этом копировании есть некоторое упрощение. Все жидкости, предназначенные для питья, продающиеся в разных бутылках, в банках, в пакетах и в прочих емкостях. В этом мире представляют собой одну и ту же субстанцию. Объект номер один, под названием миндальная вода. Миндальная вода является единственным безопасным источником питья, потому ее сбор представляет собой стратегически важную задачу для людей. Наиболее эффективна ее добыча на четвертом уровне, который представляет собой бесконечный офис. Там этой водой заполнены офисные кулеры, торговые и кофейные автоматы. Второй объект – это ключи уровней, при помощи которых можно легко переходить с одного уровня на другой. Некоторые объекты представляют собой по сути самые обычные вещи. Например, объект номер 18 – это обычный противогаз, который делает именно то, что должен, защищает от отравления газами. Еще есть отдельный список для комнат. Дело в том, что во время путешествия по Бекрумсу путнику могут встретиться необычные помещения, необычные даже по меркам этого места. Пока список их невелик, всего 15 комнат, но возможно будет расширяться, по мере того, как путники будут находить новые. В некоторых уникальных комнатах происходит что-то безобидное. Например, постоянно появляются и исчезают стулья. В некоторых из стен вылазят монстры. В каких-то можно быстро сойти с ума. Разные, в общем, комнаты такие. И, конечно, в Бекрумсах, как и в SCP, тоже есть канон-хабы, в которых рассказывается какая-то своя история. В этом я, честно говоря, не вижу особого смысла, потому что в закулисье есть некое общеконцептуальное единство происходящего. Но в каждом из канонов что-то отличается от основного течения сюжета. Например, в первом каноне обитатели Бекрумса нашли способ связаться с внешним миром, используя местный интернет. Во втором Бекрумс вообще разрушается. И в третьем каноне. Впрочем, третий канон как раз напротив, посвящен исследованию самых мрачных и темных уголков этого данжена. Вот такая штука этот Бекрумс, появившаяся буквально из необычного ощущения и выросшая до такого мини-SCP. Во всяком случае, в том виде, в котором она есть сейчас. Несмотря на то, что эта вселенная только ищет свою форму. В последнее время она довольно быстро набирает популярность и привлекает внимание. Мне вот, когда я делал сценарий к видео, написал Иван Конструктор и сказал, что тоже делает видео точно по этой теме. Не знаю, что и как он решил делать, можете зайти к нему посмотреть. Но, видимо, тема расходится. Наверное, так происходит потому, что, взяв все лучшее от SCP-вселенной, но пойдя своим путем, Бекрумс стал чем-то действительно выдающимся. А как вы думаете, какие перспективы у закулисья? Интересно ли это? Будете ли ждать контента по этой вселенной или нет? Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...